Региональная программа поддержки сельских учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования это реакция на поручение президента разработать общероссийскую программу «Земский учитель». Сейчас в школах 33 региона не хватает почти семи сотен учителей. Фракция «Единая Россия» обратилась к губернатору с предложением, не дожидаясь федеральных мер поддержки, решать кадровую проблему в сельских школах дополнительными единовременными выплатами. Такие уже давно приняты в сельской медицине, когда врачи получают по 100 тысяч рублей, а медсестры по 50 тысяч. Мы предлагаем в таком же объеме предусмотреть, соответственно, для учителей, воспитателей в сельской местности. То есть это существенная мера, которая реально может повлиять на ситуацию. И, соответственно, те молодые кадры, молодые учителя, которые будут после окончания высших учебных заведений, приезжая в сельскую местность, конечно, у них появится дополнительная мотивация для этого. Сегодня же депутаты попросили Министерство сельского хозяйства расширить перечень пенсионеров, которые трудились в сельской местности и с этого года могут получать 25-процентную надбавку к страховой части пенсии. В утвержденном списке льготников не оказалось многих профессий и должностей. В областном парламенте уже много обращений с просьбами повлиять на эту ситуацию. Там более 100 профессий, я сейчас не буду комментировать, то есть это и экономисты, это и сотрудники овощих хранилищ, и механизаторы. То есть это очень большой перечень, которые мы выявили. По стране, соответственно, если к нам прислушивается Министерство сельского хозяйства, по стране таких пенсионеров, соответственно, десятки, сотни тысяч человек. Мы очень надеемся, что наша инициатива будет поддержана. Еще одно обращение депутатов к губернатору связано с просьбой руководителя Ассоциации детей-инвалидов «Свет» Любови Кац увеличить выплаты опекунам недееспособных граждан с 7608 рублей до 8295. Столько сейчас получают приемные семьи, которые ухаживают за одинокими пожилыми людьми. В обращении к областным властям депутаты подчеркнули, таким людям особенно важно находиться под присмотром в домашних условиях вместо психоневрологических интернатов. Речь идет, на самом деле, о небольшом повышении. Примерно это будет на 5% ежемесячный выплат. Но на взгляд, опять же, общественников она будет действенной. И позволит, в общем-то, эту категорию граждан поддержать. Я думаю, что надо очень внимательно еще раз губернатору вернуться к этому вопросу. Мы ему обращаем на это внимание. Вот готовы оказать всяческое содействие и уверены. Помимо важных социальных предложений, областные парламентарии утвердили кандидатуру уполномоченного по правам человека Людмилы Романовой на очередной пятилетний срок, высоко оценив ее работу на этом посту. Омбудсмен, в свою очередь, обратила внимание депутатов на то, что в регионе достаточно много жалоб на нарушение прав граждан. Мнение у нас практически единое. И у граждан, многих граждан Владимирской области, у депутатов законодательного собрания, что на сегодняшний день Людмила Валерьевна, в общем-то, создала Институт уполномоченного по правам человека Владимирского области, создала аппарат и в полной мере, мы считаем, справляется со своими должностными обязанностями. На каждого юриста сегодня в среднем приходится в год рассмотрение 500 жалоб. Это огромное количество вопросов. Причем вопросов достаточно объемных. Граждане к нам иногда приходят с килограммами документов. Ну и вот сейчас в новом докладе вы сможете посмотреть о том, как организована доступная среда на железнодорожных вокзалах нашей области. Очень интересная информация и иногда на самом деле даже кричащая. Одобрили депутаты и индексацию выплат детям-сиротам и опекунам на 5%. Деньги на это уже заложены в областном бюджете. Оксана Любимова, Артем Горчаков, Шестой канал.